Обрушенная крыша, заколоченные окна и двери, обветшавшие стены. В этом полуразрушенном доме, по легенде, в 1956 году Зоя Корнаухова застыла с иконой Николая Чудотворца в руках. Это здание, овеянное преданием, собственник земельного участка планировал снести и возвести здесь многоэтажный жилой дом. Местные жители и активисты выступили за сохранение исторического достояния. Давайте искать компромисс. Какие будут ваши предложения? Вот, то есть первый вариант, то есть компромиссы ищем? Конечно. Отлично. Будем считать, что первый шаг мы сделаем. Выпала такая честь, что у нас тут такое чудо святитель Николай явил. И нам было бы преступлением снести этот дом просто так, никак не отметив, никак не облагородив. Я понимаю, что в таком виде его, конечно, оставлять нельзя. Надо, ну, может быть, какую-то часовню на его месте сделать. Отказаться от сноса дома, передать его властям для организации музея. Такое решение было принято собственником земли Александром Кузнецовым на встрече с жителями и депутатом Государственной Думы России Александром Хинштейном, а также городскими и областными властями, представителями Самарской митрополии. Накануне такую позицию согласовали с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Легенда о стоянии Зои – это легенда даже не самарского масштаба, а вообще российского. И, конечно, глупо, преступно, не побоюсь этого слова, подобного рода легенды не только не культивировать, а уничтожать память о них. Я очень рад, что мы хоть и в последний момент не успели прыгнуть под ножку уходящего поезда. Преобразится и территория, на которой находится соседний обветшавший дом. Там появится зеленая зона со скамейками. Уже есть потенциальные меценаты, которые готовы вложить деньги. Дом Начкалова – уже сейчас городская легенда, которая привлекает туристов и паломников со всей России. Объект уникальный, который имеет и историческое, и религиозное, и культурное значение. Это память человеческая. И мы полагаем, что этого места большая впереди судьба и большой потенциал привлечения туристов, привлечения зонтаков в истории. Поэтому полагаем, что это только будут пользы для развития района. В ближайшее время все заинтересованные стороны решат юридические вопросы. И тогда станет ясно, когда самарцам ждать открытия нового музея. Андрей Горгуленко, Елена Малютина, Константин Головин. События.